Да я же убежал от этого ублюдка. Кто это, кстати? Чара, что ли? Я не пойму. Это Чара-наркоманка или чё? Чё происходит? Ну, Фриск просто божественно. Ребята, Фриск это лучший жилье на Тореэль. Здравствуй. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Это Undertale.exe. Какой-то упоротый... Какой-то упоротый версия игры по Undertale, возможно, страшная для Декарта. Чё тут для меня? Спасибо, что выбрал эту игру. Кстати, вставь сюда музон послушать. Какой музон? Какой музон надо вставить? И если не вставить в эту игру музон, она не запустится или чё? Давайте проверять, не знаю. Фриск упал в подземелье. Но он не знал, что все монстры совсем поехали и начали жрать бетон. Чего? Вау! Вау, какое потрясающее вступление, ребята. Какой, какой потрясающий Фриск. Какая, какой потрясающий Фриск. Посмотрите, это именно какое? Это именно какое, Фриск? А это монстр, да? Это Фрогит? Это Фрогит! Ну вот, вот так, ребята, выглядит джаба, которая пахала бетона. Если вы не знали, то теперь вы можете ознакомиться с тем потрясающим внешним видом. Что это такое? Что это такое? О, я могу управлять. Какая потрясающая битва, ребята. Боже мой, какая красота. Вы только посмотрите. Да Тоби Фокс, если бы это увидел, он бы плакал горючими слезами, что сам не смог додуматься до такого прекрасного монстра. До такого великолепного дизайна батл-локации. И как это назвать, я даже не знаю. Обратите внимание. Даже вот мне что доставляет удовольствие, это ровность. Идеальнейшая ровность вот этого вот квадратика, в котором мы расположены. Посмотрите на это замечательное сердечко. Господи Иисусе, сердечко, что с тобой случилось? Сердечко, сколько ты пило? Сколько энергетиков ты выпило, сердечко, что ты вот так вот выглядишь? Дрыщавенько ты мое родимое. Не, реально, это, вы знаете, это то ли, это то ли реально сердечко какого-то тахикардика? Тахикардика, аритмия, да? Человека, страдающего сердечно-сосудистыми, да? То ли это оно, то ли это жопа самой тощей анорексички на планете, если смотреть вот с этой, вот с этой вот стороны, да? Я, ой, тихо-тихо-тихо, я не знаю, вот с этой вот. Я, я, я не знаю, у меня, у меня терзают смутные сомнения по поводу, по поводу вот этого, по поводу сердечности этого сердечка. Смутные сомнения меня терзают, понимаете? Монстр, кстати, тоже не то, чтобы отличается особой красотой, какой-то изысканностью. Нет, это стрёмный мудофил, стрёмный мудофил глазастый. Вот так я бы, наверное, сказал. Посмотрите на этот кошмар. Боже мой. Сразу видно. Это реально, это Undertale XZ, ребята. Самый, что ни на есть, XZ. Не самый, что ни на есть, Undertale, но самый, что ни на есть, XZ. Это да. Мухи какие-то летают постоянно, как на говно летят прям. Мухи прям, как на говно летят, понимаете? Прям, как на говно летят мухи. А я же не говно. Я же, я же такое красивое сердечко заш... А ну ещё побегай, а, слышишь? Погнали! Погнали, Рим, господи. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Что это ещё? А это ещё кто? Это Napstablook, что ли? Слушайте, походу, да. Это типа... Это типа оригинальный Undertale, только... Все те боссы, которые были в оригинальном Undertale, они все будут вот здесь, только вот таким вот, да? Это Napstablook, реально, между прочим, чтобы вы понимали. Тут ещё должна идти музыка, типа... А какой, кстати, саундтрек к Napstablook играет? Чё-то забыл даже. Я его даже не напою уже, это так давно было. Ой! Ой! Да подождите! Да под... Чёрт, я ж не пройду, это говно. Тут... Там вот, понимаете, там красный чёрт, когда появляется, он отнимает очень много здоровья у тебя, да? Ну-ка. Да-да-да, вот видите, красный чёрт, он прям опасный. Чёрт, блин, красный, он опасный. Но немножечко он сасный, конечно. Ты ему не попадайся. Ой! И от его ударов не загибайся, да. Я потрясающий поэт. Ой! Поэта круче меня нет. Летает красная херня. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. В общем-то мы... Давайте я вот подзадену сейчас. Битва, да? Я скоро умру, кстати. Я обращаю ваше внимание, что я скоро сдохну. Задохну я скоро, немножечко так. Немножечко так скоро помру я. Поэтому нам надо сейчас очень аккуратно, вот стоя в этом углу, наверное, об Дристеном, да? Вот так вот задевать битву. Битву вот так вот задевать. Давай вот ещё битва. Ну, вот это место, оно, в принципе, относительно безопасное, что ли? Я даже не знаю. Чё, серьёзно? Смотрите-ка. Э! Ты чё? А ты чё покраснел? Э, да ты расслабься. Ну, на пставу, ну, дружок. Да ну расслабься ты. Падла такая. Он мне... Так, 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 так. Вот это... Вот этого я не ожидал. Это... Это у нас стандартное лунтиковское... Что? Я же убежал. Да я же убежал от этого ублюдка. Кто это, кстати? Чара, что ли? Я не пойму. Это Чара-наркоманка или чё? Чё происходит? Ну, Фриск просто божественная. Ребята, Фриск это лучший... Ториэль, здравствуй. Привет. Привет, Ториэль. Ториэлюшка, родимая. Боже, какая ты красавица-то, а? Это ж невозможно. А чё ты плюёшься, скажи мне, мразь? Чё ты плюёшься? Ториэлюшка. Давай ты не будешь вот так вот похарькивать, пожалуйста, на меня. Имей уважение к своему сопернику. А чё дальше? Санс будет, да? Мы так всех пройдём. Не, санс не будет. Санс будет в самом-сам конце. Папайрус. Папайрус будет, да. Вот Папайрус будет, это точно. Ну, Ториэль божественная. Ториэль божественная. Я ничего добавить, в принципе, другого не могу. Ты так похорошела за последнее время, господи. Прямо как Москва при Собянине, серьёзно. Посмотри на себя, какая красавица-то вообще. Боже, какая прелесть. Какая прелесть. Это вы только гляньте. Вы только гляньте. Баба-мечта. Просто любой козёл начнёт ронять свои козлиные слюни, как только тебя увидит на пол, понимаешь? Вот так. Вот так вот он начнёт это делать. Да, так, наверное, козлы это делают. Так, поехали. Поехали. Мы скачем дальше. От кого? От кого убегаем? Непонятно. Просто, просто... Дядя Састер сломал игру. Ох уж этот Дядя Састер. Понятное дело, что имеется в виду, по-видимому, Гастер. Ах ты ж Гастер, маленький говнюк. Всё, конец, да? По-видимому, да. По-видимому, это всё. Это мы закончили, наверное. Да. Наверное, уже продолжения особо нам ждать не придётся. Ну, будем тогда играть во что-нибудь ещё сегодня. Когда-то было две расы прекрасные принцессы, в скобках нет, и монстры. Но однажды между ними разразилась война. Но так как все монстры, которые сражались, были рыцари, они не могли навредить принцессам, это бы нарушило их кодекс чести. И феи-принцесс заперли монстров на горе, которые после этого прозвали Забыты. Забытая гора где-то средние века. Это Disney Tale. Это вторая игра на сегодня. Тут, я так понимаю, будет, естественно, логически, что из названия проистекает. Связаны вселенные Диснея какие-то и Undertale. В общем, новая игра. Благодарности. Благодарности для тех, кто поддерживал создателя. Давайте. Здравствуй. Эй, ты меня слышишь? Эй, ты в проятке? Вы с испугом смотрите на говорящий цветок. Ваше горло пересохло, но вы все можете задать один вопрос. Как отсюда выбраться? Что? Никак. Отсюда никак не выбраться. Вы подозрительно смотрите на цветок. Вам кажется? Вам кажется, он пиздит, да? Типа, вам кажется, что-то цветок пиздобольский какой-то, да? Он что-то задумал. Оу, да ты весь промок. Пошли, меня приютила одна очень хорошая женщина. Я тебя с ней познакомлю. А, ну, конечно же, эта женщина, это у нас Ариэль. Хотя, вдруг это, знаете, Дисней, вдруг сейчас будет толерантность какая-то супер, да? И женщиной будет санс, например, в платье. Было бы неплохо. Похоже, ваши волосы стали синими. Возможно, это из-за воды. Из-за воды, в смысле? Мы, типа, попали во вселенную Ариэль. Сейчас и краб будет танцевать там, да? Так, 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 и кто же у нас тут? Перед вами внезапно появился скелет. Вы только задаете себе больше вопросов, чем даете себе ответы. Стоп, ты что, человек? Хэй, а что, своими волосами? Внезапно вы заметили, что ваши волосы побелели? Не, я заметил другое, что мне оторвали голову. Да, я вот это заметил, я вот, я вот это заметил! Помогите! Вы глупо молчите? Хэй, неважно, я санс, но все называют меня снежным сансом. И тебе лучше не знать почему. Хэй, малая, не хочешь со мной прогуляться-то? Да, конечно, чё, поехали уже. Санс исчез. Похоже, вам придется идти самим по городу. Ну, хоть голова вернулась, и то радует. А это еще что такое? Вы видите странную статую? Она вам что-то напоминает. Да? Серьезно? Ничего не напоминает абсолютно. Ой, Виталий, подожди ты. Ясно, к этому говну лучше не подходить. Хэй, ты видишь эту статую? Мне кажется, она слишком странная. То есть, лучше вообще никуда не подходить. Ни туда, ни сюда, ничего. Малая, так вот где ты! Вот мы и пришли, заходи! А, бухать! Ну да! Стандарт Дисней, почему бы во время в диснеевском мультике не побухать? Что? Папирус? Конец, конец твоего версии! Быстро, однако, ну! Ну, мы увидели, как, мы увидели, как помер несчастный папирус. Следующее обновление, а что это значит? Здравствуйте, ну вот и конец. Если вы сюда зашли, значит, вы хотите узнать, что будет в следующем обновлении. В общем, опять-таки, благодарим всех, кто вдохновлял всё это время. Ну, а в следующем обновлении будут исправлены все баги. Исправлены все орфографические ошибки, если они есть. Вообще, ни одной прям, ни одной прям не было! Это что, какие фокажи? Какие ошибки? Просим сообщить, они в геймжеллд. Дальше будут две концовки. Концовка пацифиста и геноцида. Ну и, конечно, раскроется тайна, почему у главного героя меняются волосы. Ну, может, потому что он любит менять свой образ. Такой, как это? Метросексуал, да, так это называется. Следующее обновление выйдет не скоро, так как игры достаточно сложно делать и требует много времени. Но я всё же очень хочу сделать обновление Disney Tale Update 2, но это в будущем. А пока что, возможно, я выпущу обновление, но оно будет... Disney Tale Update 2 0.1 А пока что я даже не знаю, как отблагодарить вас за то, что вы на это хотя бы посмотрели. И да, если вы хотите узнавать, как будет меняться это АУ, то заходите на мой канал Визиди, и вскоре там будут выходить видео по ВДТ АУ. На самую игру меня вдохновила подруга, ей 14, но она всё равно смотрит мультики. Но она всё равно смотрит мультики, всё равно! То есть, а то, что мне 29, я смотрю мультики, это вообще, наверное, пиздец, да, я так понимаю? Это меня вдохновило на этот сценарий, после этой игры у меня на столе лежат ещё 3 штуки других сценариев, но я привыкла всё это делать до конца. Да, кстати, благодарность, что не вошли ещё через канал Вторайды, Развучки, Чай, Тришка, Бум, спасибо за внимание, благодарность. Мистер Декарт, мы знаем, ты поиграешь в эту игру, Данте Крис, я не вижу, что написано. Дисней, я не вижу, что написано. Некрас, я не вижу, что написано, можно? А, будь повеселее, во, вот это я разглядел. Большое спасибо. Так, ну понятно, ладно, давайте на этом закончим, в общем, тут всем сказали спасибо, всё, мы посмотрели. Папе за то, что не обращал внимания, господи, благодарности больше, чем с собой игры, ну это как раз, человек умеет быть благодарным, это радует, да. Ютуб научил программирование, как закон Сандертейл, подруге не давало бросить, маме так надо, папе не обращал внимания, что я делаю, да, да. Короче, мы на этом тогда заканчиваем, вот такая вот у нас сегодня Андертейла, экзешно-диснеевская серия. Если она вам понравилась, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании, всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok